Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло, программа, которую можно посмотреть, даже если у вас не оформлен фанайди. Сегодня трансферы ЦСКА, куча новостей по Зениту, даже обсудили ФНЛ, поэтому подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, задавайте вопросы под хэштегом АИБ, ставьте лайк и поехали! ЦСКА берет Газинского и отказывает Дзюбе, и сразу же возникает резонный вопрос, какой нахрен Юрий Газинский в ЦСКА, потому что он уже был списан в Краснодаре, он уже принес какие-то травмы тяжеленные, он уже медленный, он уже казалось бы вообще еле-еле тянет уровень РПЛ, но Газинский для ЦСКА это элементарно лучше, чем ничего, тем более он может отдать тонюсенький пас, и я ни капельки не удивлюсь, если он возьмет и воскреснет у Федотова. И в целом Газинский это лучше, чем ничего, потому что вот сейчас в Телеграме пишут, умные люди, зачем ему нужен Газинский, если Маа Газдоев свободный? У Газинского какая зарплата? 300 тысяч евро в год, максимум 500 тысяч евро, у меня нет точных данных, но я думаю, что где-то так. Маа Газдоев рассматривает в РПЛ предложение от миллиона евро в год, это вообще другие совершенно числа, другие суммы, а ЦСКА это как школьник, знаете, типичный школотрон, у которого день рождения подарили бабушки, дедушки, дяди, тети, родители, подарили лавэ, лавэ есть, все хорошо. А в обычные дни, когда, например, просто какая-нибудь там весна, осень, школа, надо ковыряться мелочь, где-то надыбать на сухарики себе после школы как раз таки. И вот ЦСКА живет по этому принципу, если большой дядя не выпишет грандиозный бюджет, приходится, что называется, скрести по сусекам, господи. Ранний НТВ плюс у нас здесь появился, но вот конкретно сейчас у ЦСКА нет денег на Аздоева. На кого еще нет денег? Появилась инфа от Ильи Казакова, так себе источник, так себе инсайдер, полный ангаже, но я готов поверить. Появилась инфа, что Артем Дзюба очень хотел в ЦСКА, но там не проявили ответной инициативы, и поэтому все это завернулось. Почему я в это верю? Потому что Дзюба уже рыскает в поисках команды, ЦСКА мог бы пригодиться Артем Дзюба, но сколько он попросит? Ну минимум, опять же, полторашку. У ЦСКА нет таких денежек. Насколько я знаю, среди моей аудитории есть сотни болельщиков ЦСКА, десятки из них пишут мне в личку. Паша, что же делать? Мы в прошлом сезоне троллили болельщиков Спартака за то, что они заняли 10 место. Сейчас мы смотрим матч Пари-Премьер, кубок тот самый легендарный, и там ЦСКА забить не может. Вообще в чем проблема? Что же делать? Не будет ли сейчас такого, что ЦСКА финиширует восьмым, девятым, десятом? Не будут ли нас теперь травить фанаты Спартака? Мне почему-то кажется, что у ЦСКА в целом все будет нормально. Что, во-первых, в июле, в августе можно разбить копилочку, и это, возможно, действительно произойдет. То есть десятки миллионов евро, наверное, вряд ли, но несколько миллионов евро на усиление, я думаю, что будут. И во-вторых, Федотов человек, который умеет вот просто душу из игрока вырвать, чтобы этот игрок начал выступать на другом уровне. Даже Милкадзе забивал у Федотова. О чем мы вообще говорим? Лично мои надежды связаны с ренессансом Максима Ухина, также известного как Максим Мухин, который провел, да, там, 1800 минут в прошлом сезоне, но они были так себе посредственные. Даже если взять самый ублюдский показатель рейтинга у Скорт, там Максим Мухин на самом-самом днище. Я думаю, что мы увидим его грандиозный прогресс, но даже Цалагов играл нормального Федотова, что Мухин менее талантливый, чем Цалагов, ну, конечно же, нет, поэтому давайте следить и за Максимом, и за Федотовым, который, я уверен, не сдастся после вот этих первых трудностей. Сейчас видно, что ему тяжело, но ЦСКА, ну, не может ЦСКА быть ниже шестого места. Ребятушки, с тяжелым сердцем сделал я ставку на Суперкубок, у меня одна есть шизоидная ставка на то, что Спартак возьмет Суперкубок, другая адекватная, она у вас на экране. А где же я сделаю эту ставочку? У моих легальных партнеров из Пари. Вы же можете забрать у Пари фрибет аж на 1000 рублей. Как это сделать? Кликаем по ссылке с закрепленного комментария, проходим регистрацию, проходим верификацию, все вместе занимает максимум 5 минут, после этого пополняем баланс, получаем ту самую тысяченцию фрибетом, ставим ее куда-нибудь, например, на Суперкубок, выигрываем и чистый выигрыш живыми, настоящими деньгами приземлится прямо вам на счет. Главное, кликнуть по ссылке с закрепленного комментария и скачать приложение Пари, потому что оно просто 10 из 10. Венделл может уйти из Зенита, это уже вообще не секрет, это абсолютно не тайна, Фламенго активен, еще есть интересы из Европы, были такие новости. Но, Венделл, как я понимаю, вместе с агентом решили, что все эти разговоры, все переговоры отложат на после Суперкубка России. Знаете как, давайте уже после праздников, давайте уже после матча со Спартаком, почему? Да потому что надо сфокусироваться и забрать эти мега премиальные. Я думаю, что минимум там 50 тысяч евро на нос, если возьмут Суперкубок России, максимум, если будет какой-нибудь разгром, если будет унижение, 100 тысяч евро. Пожалуйста, за 7-1 заплатили, по-моему, 80 тысяч евро на рынок, и это было очень и очень солидно и приятно. Вместо Венделла, это опять же уже всем известно, возьмут Нобо из Сочи, хотя когда он уходил, казалось, что, ну опять же, футболисту осталось 2 года поиграть, это максимум, на каком-нибудь среднем уровне будет футболистом ротации, нет. Нобо ожил, Нобо, на мой взгляд, вошел в топ-3 игроков сезона РПЛ в 21-22, и я вот лично считаю, как человек, который живет в Петербурге, что Нобо это футболист, ради которого можно приходить на стадион, потому что тонкие передачи, выстрелы со штрафных, какие-то еще бесконечно крутые финты, но у него нет отбора. И сам Семак, я думаю, знает, что Нобо хреново отбирает мяч, и Венделл, конечно, не блистателен в этом показателе, но у Нобо с этими отборами еще сложнее, он либо просто пассивно смотрит, как от него убегают, либо фалит неловко, как в матче со Спартаком в декабре 21-го года, вот против Промеса, пытался отобрать, вы видели, что получилось, Нобо потом даже извинялся, но не умеет человек это делать и уже никогда не научится. Но в целом, переход Нобо это, конечно же, праздник для Зенита, это очень трогательно, он сам говорил, я хотел бы завершить карьеру в Зените, выглядело это все как фэнтези, сейчас это выглядит вполне реальным. Родригао перешел в Зенит, Питер, Новая Бавария, есть такой тейк, особенно в Москве его прям культивируют, что Зенит это мерзкий доминатор, отвратительная газовая команда, которая вот взяла и у Сочи выдергивает игроков, Сочи подпрыгнул до второго места, и как же некрасиво, как же отвратительно так поступать. Но давайте смотреть чисто по рынку, Родригао взяли за 3, при рыночной цене 3,5, Кассиеру за 4,5 подписали, при рыночной цене 4,5, еще недавно Трансфермаркет оценивал Кассиеру в 3 миллиона евро, поэтому никакого криминала, не за нули взяли. Да, вот Нобо, то есть 3 игрока за одно окно, неизвестно сколько будет стоить, и опять же 3 игрока это как-то многовато, это действительно, наверное, неэтично. Ну а что делать? 12 лет Зенит не грабил конкурентов, 12 лет Зенит подписывал либо игроков у середняков, либо кого-нибудь вообще из Европы, из Латинской Америки, не трогали всяких ЦСКА, Спартак и так далее, ну вот пытались как-то своими силами обходиться. Сейчас такая ситуация, что если подписывать легионера, то адаптированного к РПЛ, чтобы он не дернул куда-нибудь посреди сезона, типа, а я приостанавливаю контракт, я куда-нибудь поехал, чтобы такого не произошло. Поэтому стратегия действительно гнусная, но выбора фактически нет. У Сочи самая высокая зарплата, насколько я знаю, была именно у Нобо, 1 миллион евро в год, но это не совсем конкурентоспособно, и здесь понятно, каким образом Зенит сманивает себе футболистов. Там и оклады больше, и премиальные суперские титулы, и есть еще где-то там перспектива поиграть в Лиге Чемпионов, поэтому игроки смотрят и понимают, что сплошные плюсики. Кого еще Зенит купит в оборону? Бам-бам-бам! Третий подряд таймкод про Зенит, вонючий болотный бомж опять в своем репертуаре, но что поделать? Маркао, левоногий центральный защитник, вместо Ракицкого, конечно же, у Маркао не такая гениальная левая нога в плане каких-то лонгшотов, лонгболов, передач, ассистов и так далее, но зато он в отборе получше, он в воздухе, да, посредственный, но все равно лучше, чем Ракицкий. И быстрее, чем Ярослав тоже, и в целом он моложе, его можно взять на долгие-долгие годы, и что интересно, Маркао был в списках Зенита с конца 2020 года. Васюхин мне показывал скриншот, и там 4 футболиста, там, соответственно, этот Маркао, другой игрок перешел вот сейчас в Вестхам за 30+, кажется, миллионов евро, еще один парень, Павлович Павлович, как-то так, перешел в РБ Зальцбург, то есть там не бездарь, и вот Маркао это отличное будет усиление для Зенита. Правда, как теперь называть Зенит, не совсем понятно, Зенит Рио-де-Жанейро, может быть, Зенит Бразилия, может быть, еще какой-нибудь штат надо выбрать, но действительно, это уже какой-то бразильский сериал, хотя, видимо, для клубов из Восточной Европы это самая адекватная стратегия развития. Похоже, Зенит не будет брать вратаря. Что ж такое, опять болотный бомжатный Зенит, но последний, последний, обещаю вам тайм-кодик. Аршавин отстоял Адоевского, Адоевский будет основным кипером, и я думаю, что сейчас некто Илья Лантратов буквально проклинает Юрия Алберта, потому что тот остался в Бразилии, вместо него отправятся Монтуан и Иван вратарь в Петербург. Раз есть Иван, раз есть Кержаков, которого продлили, раз есть Адоевский, Лантратов не пригодился пока что. Так что Керж будет страховать, по Ивану вообще ничего не понятно, он долго не играл, его уровень совершенно неизвестен, скорее всего, посидит, 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 потом отправят обратно, но вдруг Бриллиант приехал в Петербург, ну или приедет, я не знаю, здесь он уже или нет, не так это важно. Факт в том, что Лантратова тупо прокинули, и Сафонова Зенит тоже брать не будет, вопреки моим заголовкам. Два важных объявления. Первое, огромная вам благодарность, жертв Алексея Ионова, потому что вы смотрите, подписывайтесь, лайкайте мои видосы, как никогда просто. Такого не было даже на старте канала, это лето самое успешное в плане прироста аудитории. Еще раз спасибо вам гигантское. И вот еще, я запустил новую рубрику, чисто про европейский футбол, она называется «Трансферная», там уже я обсудил и Неймара, и Криштиану Роналду, и даже Александра Флоренца, ссылочка лежит в описании. Там опять же, все вами пролайкано, но кто не смотрел, посмотрите, вдруг будет интереснее. Краснодар подписал Ахметова. Зачем? Напрашивается прямая аналогия. Вот есть Черников, который постоянно удаляется, есть Резат Ахметов, который получает дебильнейшие красные карточки. И вот получается, что у Краснодара будет такое центр поля, которое постоянно будет сидеть на дисквале, но нет. Во-первых, в целом у Краснодара проблемы с полузащитой. Там не такой огромный выбор, поэтому Ахметов точно пригодится. Во-вторых, Ахметов и Черников абсолютно разные по своему типу футболисты. Черников – это настоящий убийца. Вот смотрим на него, он просто идет уничтожать. Он такой прямолинейный, он будет отрывать ноги. И Резат Ахметов готов поучаствовать в комбинациях. Он гораздо более тонкий футболист, тем более достается за копейки. Контракт, я думаю, что там вообще смешной. Зарплата, я думаю, что там более чем компромиссная. Свободным перешел, ну и нормально, вполне для Краснодара точно пригодится. Кто будет забивать за локомотив? Ян Кухта уехал в аренду, неизвестно, вернется или нет. Рефат Жамальдинов, который тоже помогал в атаке, сломался. Причем очень надолго, ему желаем здоровья. Что же делать? Взяли Марка Раканьяца, который, между прочим, вырос аж до 191 сантиметра. И, казалось бы, такой габаритный форвард будет затыкать какие-то передачи с фланга своей башкой. Но мы открываем его продвинутую статистику и видим, что башку он играет отвратительно. Для такого роста просто погано, потому что у него, кажется, 35% выигранных воздушных единоборств. Это очень-очень мало для таких данных. Ну, не умеет человек бороться, зато в штрафной он может разобраться, он классно находит моменты, он круто открывается там между линиями, все дела. У него все, что связано именно с производством голов на высочайшем уровне, но я думаю, что РПЛ может его схавать. То есть прислоняем к нему защитник, играем персонально, следим за ним, и он может поплыть, он может расклеиться. Но вдруг он возьмет, и у нас здесь просто разовьется до уровня Роберта Ливантовского, еще и бороться научится. В целом, выглядит нормальным приобретением этот Марко. Его фамилию я не буду второй раз произносить, потому что там ударение можно поставить вообще на любой слог. А у меня дичайшие траблы, как вы знаете, с ударениями. Помимо нападающего, локомотив подписал защитника по фамилии Фасон. Я про него знаю ровно два факта. Во-первых, у него неплохая по меркам РПЛ левая нога, он может выйти из-под прессинга, он может отдать пас практически на любую дистанцию, там все окей. И второе, когда этот Фасон выступал в чемпионате штата, уже не помню какого, он там себя показал мега цепким защитником. Понятно, что уровень примерно как у медийной футбольной лиги, на самом деле чуть повыше, но все равно не давал спокойно дышать нападающим. Для РПЛ такая собака вполне подойдет. И вообще, я хочу быть оптимистичным, как фанаты локомотива, потому что мне каждый раз неудобно. Очередная какая-нибудь дичь от локомотива, я снова его гашу. И вот три человека, которые у меня в комментах болеют за локомотив, пишут, ну Паша, ну почему опять сплошной пессимизм, ну во что нам верить? Вот верьте, пожалуйста, в марка Раканьяца и Фасона. Возможно, они вытащат лока на поверхность. Барахло, ваши торпедовские вопросы, мои фиорентиновские ответы, но для начала подписывайтесь на мой Тиграм канал, потому что там новая рубрика, эксклюзивная статистика в хорошем качестве. Там всякие графики, там всякие диаграммы, все это можно рассматривать буквально часами. Ладно, с часами я загнул, но несколько минут можно полюбопытствовать, посмотреть, посравнивать. Я обещаю, что вам будет интересно. Ссылочка лежит прямо в описании. Зачем Факелу Мотя из Красавы? Я, честно говоря, сам в шоке, потому что я в выпуске 7 инсайдов говорил, что вообще нет практически никаких шансов, что Факел Клуб РПЛ подпишет Матвея Ивахнова. Ну вот, он уже все позирует, уже все его поздравляют, говорят, Мотя, ты добрался до РПЛ. По мне, это сделка в духе Тарасова в рубине. Ну разве что Тарасов был уже очень старый, ему кажется было года 32-33, а Матвей Ивахнов относительно молодой, ему вроде бы 19 лет. Но я специально, прежде чем говорить, что Факелу не пригодится, посмотрел его нарезки. Его реально постоянно разводили, даже на самом примитивном уровне FNL 2 его разводили на замахе. Он подпрыгивал куда-то, уворачивался, он как-то нелепо спорил с судьями. Да, были такие талантливые какие-то действия, но в целом Матвей вообще не впечатлял. Потом я поспрашивал, пособирал отзывы, тоже люди мне говорили, это в лучшем случае уровень середины или конца FNL. И вот он всплывает в РПЛ, это какая-то медийность Факелу, потому что кого вообще знает оттуда? Например, Брызгалова, может кого-то еще. Но в целом, наверное, Матвей сейчас самый звездный футболист Факела, самый такой шумный, особенно среди школоты. Они просто в восторге. Ну понятно почему, у человека есть футбольная школа, он пришел в медийный футбол, он там разрывался. Говорили, Мотя, ты будешь играть в РПЛ. Я до сих пор сильно сомневаюсь, что этот Мотя насобирает ну хотя бы 800 минут высшей лиги. Это будет просто нонсенс. Про иголы я даже не заикаюсь. Но вы, возможно, начнете писать, что ты готов сделать, если Мотя забьет хотя бы 5. Ничего не готов, готов просто охренеть, как вот я охреневал и как, например, Андрей Аршавин охреневал в середине нулевых, когда Мартин Шкартел из посредственного защитника превратился в основного защитника Ливерпуля. Кстати, если говорить про нападающих, которые проходили просмотров Факеля, ну вообще никак нельзя забывать про Андрея Панюкова. Для меня это футболист мем, я за ним слежу уже несколько лет, потому что чувак вообще не следит за режимом, ему похрен там. Я не буду говорить про алкоголь, но я точно знаю, что он приезжал на просмотр в Ростов, сел и прямо в комнате, вот с таким вот брюхом, с такими складками начал курить. Там люди просто обалдели, они говорят, куда ты приехал с таким весом, почему у тебя сигареты во рту? Ну, естественно, Карпин посмотрел, сколько весит Андрей Панюков и отправил его подальше. Так и с Факелом, возможно, произошло. Сейчас Панюкова пристраивают в ФНЛ, предлагают во все клубы. У человека, причем есть голевое чутье, 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 конечно же, но больше ничего абсолютно у него нет. Он вообще не старательный, как будто бы не амбициозный. Когда Сарсания был жив, он продвигал карьеру Панюкова. Сейчас это совершенно пустой нападающий. Как думаешь, что будет с Кубком Лиги? Вот пока я записываю это видео, судьба Кубка Лиги неизвестна. Я полностью за, потому что не будет Еврокубков. На сезончик можно ввести и там тестить всякие эксперименты, но я уже рассказывал. То есть это был бы движ, это были бы дополнительные денежки. Единственный минус, как легионеров заставить играть в середине недели. Но если мы о таком паримся, то нужно просто вообще отказываться от легионеров. Потому что у них высокие зарплаты у того же Малкома. Чего ему не напрячься в середине недели? Ну, это как-то странно. А так вот Малком скажет, что если вы меня будете просить играть еще в Кубке Лиги, я приостанавливаю контракт, я уезжаю. Но вряд ли такое произойдет. Все-таки Кубок Лиги, ну, просто такая движуха, чтобы клуб заработал деньги. Мне здесь близка философия Хави, который после сезона, когда ему начали говорить, вот мы так устали, мы не хотим ехать в коммерческое турне, он сказал, не хотите ехать, доставайте из карманов 5 миллионов евро, мы тогда никуда не поедем. Тогда, если у вас нет 5 миллионов евро, отправляемся в коммерческое турне. И сразу же все заткнулись. Так и здесь. Лигионеров заставить можно. Других минусов нет, кроме абсолютной такой абстрактности. Потому что пообещали, кажется, 100 миллионов рублей каждому клубу-участнику Кубка Лиги. Откуда они возьмутся? Какой букмекер будет спонсором? Где это все будут показывать? Неизвестно. Затянулись организации, то есть идея хорошая, но, к сожалению, к дедлайну не успевают. Поэтому я более чем уверен, что Матч ТВ задушит, вот так вот просто угандошит идею Кубка Лиги. И будет вонючий Кубок России с этим, как это называется, дабл элиминейшн. Когда, короче, ты можешь вылететь, а потом еще все равно выиграет турнир. И скажут, ну, спасибо вам, авторы Кубка Лиги, за такую идею. Вот мы реформировали Кубок России. А денег же, конечно же, никто не увидит дополнительно. Пойдешь ли ты на матчи факела в РПЛ? Вот сейчас я буквально нахожусь в 60 километрах от Воронежа. И с радостью пошел бы, если бы, например, в первом или во втором туре факел играл дома. Но, увы, факел будет играть в гостях. И вообще, возможно, начнет сезон где-нибудь в Волгограде. Эта арена заявлена как резервная. Поэтому у меня уже осенью введены в календаре матчи с Ростовом, матчи с Локомотивом и Зенитом. На одну из этих игр я стопудово собираюсь приехать. Я надеюсь, что факел уже будет играть дома. Надеюсь, что стадион там будет безопасным. И вообще, я, в отличие от Романа Нагучева, обожаю какие-то древние ветхие прямо арены. Не каких-то монстров из стекла и бетона, а такие арены прямо с душой. Так что ничего не имею против стадиона в Воронеже. Главное, опять же, чтобы он был безопасным. Ну и в целом, у меня много зрителей из Воронежа. Они меня спрашивают как раз про планы пойти на игру факела. Конечно, с удовольствием. Вообще, если брать нижнюю половину таблицы, я там буду искренне переживать за факел и за тренера. Из-за того, что много раз уже был в Воронеже. Ну и в целом, приятно, что вот такая команда с традициями поднялась в РПЛ. Поэтому еще обязательно споем с вами вместе хиты Сектора Газа. Кто выйдет в РПЛ из ФНЛ? Я тот еще специалист по ФНЛ. Я не могу понять, как вообще это можно смотреть. То есть, лучшая лига мира это самый идеальный оксюмарон. Это можно в словари заносить. Там же просто идут драки какие-то. Там по 40 фолов у каждой команды. Там огородные стадионы. Там 3,5 червя на трибунах. Ну это же дичь. То есть, непонятно в целом, для кого и зачем существует эта лига. Но, видимо, для кого-то она все-таки нужна. Кто из нее поднимется в РПЛ? Я думаю, что Тульский арсенал будет укрепляться, будет подниматься. Потому что нужно и дальше осваивать областной или городской бюджет. Балтика. Мощно, говорят, усилилась по меркам ФНЛ. И давно собирается тоже в РПЛ. И Калининград там хочет быть представленным со своим стадионом. Красивейшим, хоть и новым. Я его видел, правда, только издалека. Но все равно приятное сооружение. Рубин, ну глупо не упомянуть Рубин. Хоть я и думаю, что их максимум со Слуцким это стыковые матчи. Но все равно у Рубина там прям опытные фонельные бойцы. А Крон, поспрашивала Васюхина, есть амбиция попасть именно в четверку. И нефтехимик Кирилла Новикова тоже не сдается, тоже укрепляется, тоже пыжится. Возможно, стоило еще упомянуть Аланию. Но они, как я понял, там устраивают распродажу. И, видимо, в этом сезоне выходить в РПЛ не собираются. Если я кого-то упустил, уважаемые мои эксперты, мои гуру по ФНЛ, напишите, пожалуйста, в комменты. Я с огромным любопытством прочитаю. Насколько сезонов Россию выкинули из Еврокубков? Появилась тут цитата Германа Ткаченко, что на 5 лет отстранят. Потом Григориан устроил истерику, типа, какие 3-4 года, что вы такое несете? Нас еще долго не будет. Кончельский сговорил, что чуть ли не 15 лет. Мне же кажется, что супероптимистичный сценарий, зная позицию людей в УИФА, так тихонечко удалось накрысить, 1 год. То есть этот сезон пропускают, за это время прекращение огня, какие-то договоры. И потом уже со следующего сезона, с 23 получается, 24, Россия возвращается в Еврокубки, да, с пониженным рейтингом, ничего страшного. Реалистичный сценарий, наверное, все-таки 2 сезона. Пессимистичный 3 года. Ну, вот Ткаченко признал, что 3 года Россия, возможно, пропустит. Но изначально он говорил про 5. Всякие 5, 7, 10, 15, ну это же вообще катастрофа. Мне в это верить абсолютно не хотелось бы. Пишите в комменты, что думаете вы. Я думаю, что всем понравятся больше какие-то оптимистичные мнения. Но если у вас есть какие-то аргументы, почему все, российские клубы мы в Еврокубках уже при нашей жизни не увидим, тоже с радостью почитаем. На этом все. С вами был Павел Городницкий. Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик и, естественно, ставьте ваши ценнейшие лайки. Чао! Продолжение следует...